Небесная заступница Беларуси, православные христиане, означали день памяти первой белорусской святой Ефросиньи Полоцкой. Холовные врачистости отбылись в Полоцку, спас в Ефросиньевском монастыре. Его в 12-м стагодии засновала светница. Святочные на баженство прошли и в Софийском соборе, где починался духовный шлях пропадобный. Причем это один день на протягу года, когда под скляпениями помника архитектуры проходит служба. Небесная заступница Беларуси. Так называют дачку Полоцкой земли пропадобную Ефросинью. У монастыря, где заховываются мощи святой, день и ночь гучать молитвы. Круглый год сюда проезжают паломники, как поклониться пропадобной и попросить про свое. У День памяти Ефросиньи у Полоцку собрались тысячи верников. Многие приехали с далек. Мы каждый год, каждый вот ждем этого дня, этого праздника, приезжаем, чтобы отдать дань святой памяти Ефросинью Полоцкой. Всегда в своих нуждах и требованиях мы прибегаем к помощи нашей препадобной, нашей заступницы. Каждый, кто прикасается к мощам препадобной, он получает утешение, радость, мир душевный. Про первую канонизованную на Руси жанчину ведают наводзакиянам. Имя пропадобной носит церква в американском городе Саутривер и канадском Торонто. Ефросиньи, унучцы Всеслава Чарадея и Владимира Мономаха пророчили близкущее будущее. Але у 12 годов дзявчина адмовилась от династычного шлюбу и накеровалась у монастыр. Жила у келли Софийского собора. Зараз тут музеи только один раз на год. У День памяти пропадобной проходят литругие. От места, где починался духовный шлях Юфросиньи, берет початок хрестный ход. Одночасово люди выходят з усих церквов города. Автомобильные рухи у Полоцку спынены. Православные ускладают к ветке допомников Юфросиньи Полоцкой и Святому Миколаю. Замечательный праздник. И она действительно в течение всех столетий, которые мы вспоминаем сегодня, она всегда была рядом с народом. И будем надеяться, что это будет всегда. Поэтому хочется пожелать веры и верности нашему народу. С Богом мы будем всегда сильны, крепки и независимы ни от кого. З находа урочистости у нагляд вынесены крыши у Фрассини Полоцкой. Гэта докладная копия того самого крыша, який по замове игумени Полоцкой зарабил майстер Лазар Бохша. Сама реликвия зникла у годы войны. Але до наших часов на стенах Свято-Праображенской церквы захавалися уникальные фрески 12-го стагодзя. Працы по их открытии идя больше 20 годов. Фрески написаны по тому, как видела сама преподобная Фрассини. Ту жизнь, которую она вела сама. Полноту и глубину замысла преподобной раскрыть не удается до сих пор. Еще один знаковый артефакт актовой печаткой у Фрассини Полоцкой после рестаурации презентовали у музея книга Друкованне. Ее знайшли два годы тому на территории монастера подчас археологичных доследований. И коли для навуковцев гэта черговый элемент у гисторичной мазайцы, то для верников знак Божьей милости и силы веры. Юлия Устинова, Вольга Масловская, Станислав Дудин, Новины, Полоцк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова